всем добрый день сегодня я решила показать вам своих гномов показать того гномика который я уже выставила на стену немножко рассказать о нем и показать гномика с которого все собственно и началось вот такой малыш но для меня это малыш сейчас я покажу для сравнения размерчик но гусь очень большой 15 сантиметров где-то он специально таким задумывался вот тоже размерчик девочка где-то сантиметров 13 но ее вес очень легкий и без 20 грамм всего гномик весят еще меньше я там по стену писала 12 по моему грамм то есть вот на такой малыш смотрите какая у него потрясающий если здесь видно цветовая палитра такие теплые оттенки я использовала цвета охры оранжевый темный такой желтоватый сепия вот такая вот смесь вот за это мне очень нравится акварель что можно сделать переливы можно сделать какие-то интересные пятна можно сделать даже узоры но не явные получается вот такая многоцветная такая сложная по своей цветовой палитре поверхность вот как я уже писала хит этого сезона у меня это грязно-голубой вот у этого гномика шарфик и варежки как раз такого грязно-голубого цвета делается он смешением краски определенного оттенка который я называю детский голубой это определенный такой цвет ну кстати у одного из производителя в палитре есть действительно название этого цвета и он действительно детский голубой голубой смешивается с оттенками коричневого определенного либо с чаем определенной консистенции то есть не просто так и тут очень важно вот не переборщить чтобы цвет получился не грязный и не насыщенный голубой именно такой вот какой-то приглушенный цвет сам гномик вот его одежда она выполнена традиционным стилем вот это вот шубка курточка такая она мягкая я не буду ее проминать конечно же но она мягкая шуршащий да как вот многие люди говорят зефирные а вот ножки и голова и сам шарфик они немножко другой технологии сделаны с применением клея пва поэтому поверхности более такая гладкая она более жесткая то есть вот я нажимаю пальцем более жесткая я люблю такой эффект гномик мой держит в руках обратите внимание вот такой интересный предмет это не звездочка это не солнышко это комета но естественно комету сложно создать в пластике такой как она есть и вот это ее такой прообраз то есть один гномик держит руках комету второй будет держать руках звезду а третий будет держать в руках месяц вот такие вот это будет такой трио и один гномик у меня сделан совершенно немножко другой и он полностью в костюме и костюм расписан такой интересной композиции по фиолетовому насыщенному цвету белым там и домики и деревья так интересно получилось я потом покажу вот гномик малыш да с которого все это началось это гном не царство что называется вот такой вот простенький совершенно немножко даже корявенький был образ мне он понравился здесь немножко светло в естественной обстановке вот тоже такой темно такой фиолетовый знаете насыщенный цвет как небо ночное вот так ночное небо и мне захотелось вот поэтому ночному небу что-то новогоднее вместе с тем имитация звезд а вот этот горошек он предполагался имитации звезд ну конечно же это не в прямом смысле да зовет звезды мы рисуем а это все-таки такие горошинки но они не везде идут но подразумевает что это звезды да вот здесь него снежинка здесь тоже такой узорчик и снежинок и на спинке вот я хотела повторить такого же гномика но естественно повторить мне один в один не удалось наверное к счастью но я не могу скопировать чужие да и свои тоже нет на своей правда у меня получается гораздо лучше но все равно немножко иные а чужие очень сложная но я и не пытаюсь но когда будут были попытки один в один повторить скажем какой-то рисунок который мне понравился в интернете даже не работу в вате очень было сложно все равно повторить получала что-то свое такой второй гномик хотя я хотела сделать вот прям один в один ну естественно с учетом того опыта и технологий которые я владею но мне не получилось получилось совершенно другой по смысловой нагрузке образ расписанным по-другому называется он гном ночи но тоже очень с интересным смысловым значением и мне кажется тоже очень симпатичный образ получился вот такие вот гномики он чуть чуть меньше даже чем его собрать вот они он совсем малыш по-другому там 7 что в сантиметрах а вот этот гномик где-то 10 и видите у него тут немножко есть не видно наверно блестит а эти гномиках я все-таки сделал таком матовым более решение вопрос который мне очень часто задают как продаются ваши работы насколько они продаются это я просто к тому что вот такие необычные на мой взгляд сутки образы да я стараюсь воплотить я хочу сказать что что-то продается продается сразу что-то продается что-то продается позже какие-то работы не продаются но как правило конечно вот в сезон ближе к новому году продаются все работ возможно это связано счет сезонностью то есть не только с необычностью образов но и сезонностью самих игрушек тем не менее мне нравится создавать то что приходит на голову какие-то образы и я не ставлю себе целью что-то создать исключительно того чтобы продать мне нравится процесс мне нравится то что получается мне если это получается каким-то необычным новым интересным мне нравится как это выглядит и сам процесс работы работы с красками я практически не использую цветную вату я очень люблю акварель хотя училась у многих мастеров том числе и у лены маркелов и которые очень работают с цветной ватой окрашенной очень ее любят но я все равно вот иду своим путем и использую окрашенную вату только в некоторых своих случаях вот так что вот такие гномики будут еще три получается но нет я расскажу отдельно